Не пугайтесь и не удивляйтесь, тема видео соответствует названию, что такое патагонный чай и как он может помочь вашему здоровью, укреплению унитета, долголетию, очищению организма, ну так как патагонный чай в принципе и используют. А бокалы мне нужны для визуализации. Вы же прекрасно понимаете, что потребность человека в воде примерно 5% от массы тела. Это здоровый человек. Если болен, нужно конечно регулировать в разные стороны. То есть можно и вверх и вниз изменять количество жидкости. И средний человек с весом 60 кг, его суточная потребность как раз примерно около 3 литров. 6 бокалов передо мной, каждый из них символизирует пол литра воды, которые должны входить и выходить из вашего организма. А вы не задумывались о том, что вода входит и не вся выходит? То есть где вода задерживается? Где она должна накапываться, если вы вливаете каждый день, смотрите, а выделяется значительно меньше? Ну, не буду вас интриговать. Есть так называемые неощутимые потери воды. Но вы можете их легкощить. Вы знаете, самый первый путь, да, человек дышит и с выдыхаемым воздухом он теряет практически первые полу литра воды. Проверить мои слова очень легко. Берете зеркало, машете по помещению, смотрите, зеркало по-прежнему работает как зеркало. Вы взяли то же зеркало, прислонили к рту, сделали выдох, посмотрели на поверхность, зеркало запотело. Вот это, если все капельки воды, которые остаются на зеркале, собирать, первые полу литра воды вы как раз за сутки и получите. Но это в обычных условиях. В экстремальных условиях таким путем может удаляться значительно больше жидкости. Например, когда в окружающей вас среде слишком жарко. То есть вы находитесь на экваторе, где всегда жарко, либо зашли в баню, в сауну, там потери воды таким путем увеличиваются. Второй путь удаления воды из организма, вторые полу литра, теряются легко и просто потением через кожу. Но проверить мои слова тоже легко. Можете потрогать кожу, она такая влажная на ощупь. Вот это та самая вода, которая смочила кожу, и она вот такая вот есть. Если вас поместить в замкнущее помещение, собирать, очищать фактически от избытка воды воздух, мы получим те самые пол литра совершенно спокойно. У детей эта система работает несовершенно, поэтому трогайте кожу деток, она как правило более влажная. У пожилых людей, как правило, плохо работают сердце и сосуды, трогайте кожу, она такая суховатая. Это, кстати, один из индикаторов плохой работы этой системы. Если еще и кисти и стопы холодные, да, проблема есть. Вот оставшиеся 4 бокала, это фактически та жидкость, та вода, которая должна удаляться через почки, через основной фильтр для водорастворимых токсинов, которые должны таким путем легко и просто покидать ваш организм. И, в принципе, если вы все делаете правильно, жидкость употребляете правильно, это вы не видите, вы видите только вот это. Вы можете оценивать свой уровень здоровья только по одному показателю. По количеству мочи, которые легко образуются без приема мочевого в сутки. То есть, если 2, но с напряжением 1,5 литра мочи у вас идут, все прекрасно, вы в безопасности. Если количество мочи начинает снижаться, вот здесь возникают проблемы. Вы должны серьезно об этом подумать. Если у вас осталось 1,5 литра мочи или меньше, вот здесь очень серьезная проблема. Вы уже давно не занимаетесь правильно своим организмом. Так поступать нельзя. Нужно все-таки делать так, чтобы все-таки 1,5-2 литра мочи выделялись в сутки. Тогда те обменные шлаки, те токсины, которые должны удалять почки, они в растворенном виде, в неконцентрированном виде проходят легко через почки. И вы не знаете, что такое. Цистит, уритрит, простатит, цистопиелит, пиелонфрит. Не буду дальше рассказывать. То есть, вы понимаете, что система удаления токсинов, если они выделяются в концентрированном виде, будут проблемы. Знаете, когда у человека насморк, подойдет постоянное раздражение, тут идет мацерация, никуда не денется. Концентрат идет токсинов, раздражает кожу. Кожа вроде как достаточно резистентна к этому органу, а он показывает, что извините, ребята, токсинов слишком много. Что делает патагонный чай? Что вы можете сделать, какой эффект можете получить с помощью патагонного чая? Ну, опять-таки, патагонный чай, понятно, пот, испарение через кожу, охлаждение. Где работает охлаждение? Когда человек заболел, когда у него поднялась температура. Да. Это защитно-приспособительная реакция вашего организма, которая пытается сжечь. Она не возникает спонтанно, она возникает в ответ на то, что в организме много токсинов, источниками которых может быть просто какая-то недоброкачественная пища, где были эти токсины. Или были бактерии, или вирусы были, которые сами производят токсины. И чтобы их сжечь, организм поднимает температуру, соответственно, отмен веществ в топке сжечь быстрее токсины, чтобы они не вредили вашему организму. Поэтому, когда патагонный чай используется при повышении температуры с целью и снизить, Эксперты ВОЗ, оценивая влияние патагонных при такой опасной инфекции, как грипп, они выдали очень простое заключение. Что все патагонные, это попытка уйти на тот свет через осложнение гриппа. Поэтому, если вы понимаете, что защитную реакцию не нужно снимать, что защита вам нужна, что иммунитет, раз вы заболели вирусной или бактериальной инфекцией, не самый у вас сильный, ему нужно помогать, а не уменьшать его активность, Ну, тут патагонный чай, я думаю, что не все будут теперь использовать, потому что это неправильно, нужно очищать организм. Потому что, что делает патагонный чай, в принципе? Он блокирует выделительную способность почек. Осталась вода, куда ее деть? Через кожу пошла. Выделяется, вроде как, организм чистится, но через пот, через кожу, выделяется значительно меньшее количество токсинов в равном объеме воды, чем через почки. Что получается? Вы получили патагонный эффект, и вы лишнюю порцию токсинов оставили в своем организме, перегрузили в свои почки. Ну, если вы будете усиливать, вы понимаете, что происходит. Почкам мочи недостаточно, воды недостаточно, очищение крови не происходит эффективно, что получается? Осложнение. Поэтому, таким образом сопровождать простуду я бы не советовал. Это неправильный путь. Простуду можно сопровождать совершенно иным путем. У меня ни одно видео на эту тему на моем канале. Вы, во-первых, можете подписаться легко и просто, извиняюсь в этом углу, одним кликом, и вы подписчики канала, сотни видео к вашим услугам. Можете просмотреть любое удобное для вас время. Можете на нем найти, забив поисковую форму выше видео, ключевые слова лечения гриппа, лечения простуды, вы увидите видео, где я подробно расписываю, что нужно делать при простуде от первой до последних минут. Чтобы вы, да, нашли какую-то новую для вас инфекцию, и что нужно сделать, чтобы инфекцию эту подавить, и выйти из простуды с надежным иммунитетом, а не со осложнениями, которая эта инфекция в любом случае готова вам предоставить. Поэтому так делать нельзя. Что делают, когда используют патагонные чаи в бане? Ну, вы знаете, на тему бани, как к ней правильно подготовиться, как правильно там находиться, и как с минимальным ущербом выйти, тоже на моем канале можете найти не одно видео. Баня это не самая простая процедура, ее можно использовать в оздоровлении, но не так, как ее используют. Потому что, к сожалению, рекомендации по использованию бани мало изменились за последние полтора-сто-вдесяти лет. Спросите у врача-реаниматолога, у врача-физиотерапевта, одобряет ли он вот такое бессистемное и непонятное использование бани. Не приносит бани и сауна вам здоровье по факту вашего туда вхождения. Она принесет здоровье только тогда, когда вы к ней минимум двое-трое суток правильно будете готовиться, правильно будете там находиться, правильно обеспечивать свое потение, и выйдете оттуда. И как минимум двое суток еще будете заниматься своим организмом, потому что перегревание в бане и потение приводит к тому, что воды не хватает, да, почки снижают свою активность, поэтому это один из путей в почную недостаточность. Это один из путей превратить в солевой диатез, который есть почти у всех, начиная с 20 лет, в мочекаменной болезни. А это неизменно осложняется пилонефритом. Пилонефрит это номер один по хронической почной недостаточности. Поэтому вот так поступать не стоит. Нужно правильно использовать. Баня это достаточно нагрузочная процедура, которая испытывает возможности вашего организма. Она никогда не закаляла. Она испытывала возможности вашего организма. Можете ли вы эту нагрузку выдержать? Скажите, пожалуйста, если вы собираетесь в горы, вы возьмете домашние шлепанцы и халатик, ну и кепочку там какую-нибудь от солнышка, или вы будете экипироваться? Соответственно, условия, в которых вы там будете находиться. Но это туда в горы. Только безрассудные люди идут в домашних тапочках. И в одиночку. В баню идут легко и просто. К сожалению, все выходят. К сожалению, банщики со стажем имеют достаточно приличное кладбище. Потому что безрассудных людей очень много. Ну, кстати, и банщики сами по себе не знают, что правильно делать в бане. По одной простой причине. Когда человек находится в этих условиях, и токсины, благодаря потоотделению, идут через кожу, а придатки кожи, это волосы, и токсины, попадая к волосиному фолликулу, они его раздражают. Посмотрите на головы банщиков. Они все лысеющие или лысые. Посмотрите на головы тех, кто часто ходит в бане. Они, как правило, такие же. По той простой причине, что токсин должна уделять более мощная система почки. Только мы акцент перенесли на другую систему. Более слабая система. Пытаемся удалять воду со растворенными людьми токсинами. Дефицит воды для почек приводит к тому, что концентрируется моча. И если солевого диатеза не было, он появится. Если был, он превращается в мочекаменный болезнь. А осложнение я вам уже рассказал. Минимальное осложнение это регулярное обострение цистита и простатита. Потому что соли, если выделяются через почки, они будут раздражать всю систему. Весь мочевыделительный трамп. Потому и подагрики не ходят в баню. Потому что у них почки работают слабо. И не помогает им баня патагонным эффектом очистить организм. Потому что увеличивается вязкость крови, нарушается работоспособность почек и все. Основная система токсины не удаляет. И ночевая кислота раскладывается во всем внутренним органам, включая сами почки. Знаете, если трезво посмотреть на то, что вы делаете, тогда становится более понятным, зачем вам это нужно. И нужно ли вообще. Потому что если вы хотите ищите патагонные чаи для бани, вам не патагонный чай нужно искать. Вам нужно искать те средства, которые помогут, те 30 тысяч болезней, которые на сегодня уже известны человечеству, скомпенсировать и подготовить организм в этих уникальных условиях к нагрузочной процедуре под названием баня, сауна. Правильно там находиться, а потом выйти и восстановить свой организм. Вот тогда баня будет приносить плюс вашему здоровью, а не минус. А многие еще, кстати, экстремалят, они парятся на свой страх или сами. Вы знаете, по этой нагрузочной процедуре нужно уметь провести человека. Его подготовить, вести, попотели, потерли, помяли, похлестали веничком, пообрабатывали кожу. И аккуратно восстановили, вывели. Вот тогда человек будет получать плюс для здоровья, а не минус. А так просто зашел в парную, увидел, о, вспотел, класс. Очистился. Загрязнился. Вот очищение. Вот более мощная система. Вот ей нужно давать воду для очистки. Потому что если вы перегрузите, если вы перепотеете, у вас еще одна система страдать будет. Вот, она тоже зависима от воды. Только слизь образуется более густая, она легко перекрывает просвет бронхом. И что вы получаете? Как минимум абструктивный бронхит. Как максимум, если бронхит будет более крупный, к ним они ее. Если у вас еще есть листы паразиты, вы их не удалили из организма давно. Бронхиальная астма легко и просто. Ну или как минимум бронхит с астматическим компонентом. Ну а тут, понимаете, до дыхательной недостаточности пару шагов. Ну, через немослероз, через эмфиземулевку. Потому что левочная ткань будет стремиться как-то компенсировать ну, такое отношение к своему организму. Поэтому, если вы хотите, чтобы патагонный чай реально приносил здоровье, вы должны просто понимать, что его нужно правильно использовать. Кстати, знаете, почему? Вместе с патагонными чаями ищут еще и витамины. Догадайтесь с одной попытки, что вот здесь теряются не только токсины, но и витамины с микроэлементами. И организм, мягко выражаясь, не оздоравливается, а загрязняется, потому что почки не могут эффективно очищать в оставшуюся объеме воды ваш организм. Да еще и голодным становится, потому что витамины и микроэлементы ушли совершенно в его системе. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш организм был крепкий, здоровый, хотите получить высокое качество жизни и активное долголетие, вы должны понимать, что обмен воды в вашем организме происходит, да, и его нужно правильно поддерживать. и дирижировать объемом жидкости, который выделяется через различные органы и системы, для того, чтобы правильно проводить очищение, омоложение и оздоровление вашего организма. Если вам нужна более подробная информация, вы видите мои контакты. Ну, если кто-то еще не успел подписаться на мой канал, вы легко и просто можете сделать на этом видео, или посмотреть другие чайи по бане, по сауне, по очищению организма, по лечению гриппов. У меня более 400 видео, и вы знаете, я не останавливаюсь, я пишу, регулярно пишу, регулярно размещаю видео, и подписчики, конечно, видят обновления. В числе первых, они первые будут знать, как правильно обращаться со своим организмом, как его обеспечить, правильное питание, очищение, оздоровление. Поэтому подписывайтесь, не вопрос. Знаете об этом первым? Нет. Будете потом по нужде искать. Потому что, конечно, когда человек уже попадает на проблему, начинает забивать поисковую систему, находит, спрашивает, елки-палки, почему я не знал этого раньше? Где вы были раньше? Где вы искали? Вам не было необходимо. Наверное. А знаете, есть хорошее выражение, предупрежден, вооружен. Поэтому читайте, смотрите видео. Делитесь этой информацией, кстати. Если вы этого еще не сделали, вы видите кнопки социальных сетей, можете своими друзьями и знакомыми поделиться. Потому что не все правильно относятся к бане, к сауне, к другим патагонным процедурам. Не все правильно пьют патагонный чей. Считают, что вспотел здоровье. Если вспотел, напряг, организму тяжело. Наверное, это видео я буду заканчивать. Если вам нужна более подробная информация, вы видите. Если вам понравилось, можете отметить это. Поставить вот так под видео. Я вам только буду благодарен. Да и другие люди будут благодарны. Им будет легче найти это видео. И использовать патагонные чей для своего здоровья и активного здоровья. До новых встреч. Продолжение следует...